В апелляционной палате Кишинева появятся четыре новых судьи. Туда их перевели из нешестоящих судов на временной основе по решению Высшего совета магистратуры. На заседании ВСМ накануне были рассмотрены заявления восьми кандидатов. По итогам голосования лишь четыре заявки были одобрены, три отклонены, а один кандидат свою отозвал. Были переведены четверо судей, все они из Кишиневского суда и, соответственно, будут переведены в апелляционную палату Кишинева на время, пока там не будут заполнены 30 вакантных мест. Несмотря на то, что переводят судей на время, сами они признали, что приложат необходимые усилия, дабы справиться с кризисом, создавшимся в системе. Мы сделаем все возможное, постараемся справиться. Очевидно, что нагрузка большая и значительная. На месте рассмотрим проблемы, и изнутри будет легче увидеть. Как долго вы в системе? В системе в качестве судьи четыре с половиной года, но в общей сложности я работаю в судебной системе 21 год. И в высшей судебной палате судцентр Буюкана. Четверо судей начнут свою работу в апелляционной палате Кишинева 18 июня. Сейчас там лишь 19 служителей Фемиды из необходимых 57. Напомним, кризис наступил в начале мая, когда 20 судей столичной апелляционной палаты воспользовались своим правом и подали в отставку. После того, как узнали, что должны пройти проверку в комиссии по оценке этической и финансовой добросовестности. Чтобы смягчить кризис, высший совет магистратуры незамедлительно объявил конкурс на занятие освободившихся мест, в котором зарегистрировались 14 кандидатов. Мы объявили конкурс на базовые должности, в котором на должность судья апелляционной палаты Кишинева претендовали 14 кандидатов. На одном из следующих заседаний мы обязательно организуем конкурс на базовую должность в апелляционной палате Кишинева. Кандидаты, которые его пройдут, также должны пройти процедуру проверки, которая требует времени. И поэтому мы хотим организовать этот конкурс как можно скорее. В апелляционной палате Кишинева сейчас на рассмотрении около 15 тысяч дел, которые должны быть переданы остальным судьям. В прошлом году в инстанцию поступило свыше 43 тысяч гражданских и уголовных дел, что на тысячу больше, чем в 2022. На данный момент 70% из них были разрешены. Продолжение следует...